добрый день всем добрый день здравствуйте дорогие друзья внимание внимание всем доброе утро так всем доброе утро good morning вот это вам тоже машет значит с эффектами сегодня работа до чтобы было как-то когда весело и познавать познавательно так вот например можно лав написано же что в авто лера хакомоха это главная заповедь до написано возлюби ближнего как себя это главная заповедь на которой строится вся тора вся тора это это производные от заповеди возлюби ближнего как себя вот так так что мы сейчас будем больше про любовь видите с картинками статьями love может быть вот так тоже не сейчас симочки сейчас мы как-то слишком она как-то нет эффекта хороших что фейсбук отвечу откачал вот вот здесь сейчас мы посмотрим и по первой линии эффекта все всем доброе утро сейчас пока все собираются может быть сейчас мы найдем какой-то красивый эффект черно-белое да нет нет что-то такого вот создающего правильное правильное тараническое настроение нету 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 надо создать ну давайте я проведу может быть в старинном в греческом я буду в греческом сегодня нет тоже нет ладно все буду по обычным и так дорогие друзья все мы продолжаем изучать притчи царя соломона притчи царя соломона и это великая мудрость это одна из книг письменной торы что было понятно у нас есть новые участники которые только присоединились к нашим урокам и можно же первый раз кто-то присоединился да всем доброе утро шалом шалом значит и ботертов и вот я всем сообщаю яков штанин что у нас мы изучаем тору это письменная тора в которой зашифровано знание которое передал нам царь соломон сын царя давида который начал свою свою книгу начал с того что он ее нам сказал чтобы мы познали божественную мудрость и муссар систему управления собой психология торы муссар это психология торы и и левины в рейбина и мребина чтобы мы научились понимать слова мудрости то есть причина устанавливать причина следственной связи вот это с этого начинается притчи мы должны всегда держать намерение у себя да зачем мы это учим то есть мы учим для того чтобы познать божественную мудрость через какие-то простые примеры и научиться управлять собой и научиться развить свойства ума которая называется логика выводить товары вещь из вещи то есть причина следственной связи устанавливать правильно и поэтому мы уже в двадцать первой главе то есть уже должны быть прокачены прям невероятно в этом деле и начинается двадцать первая глава с такого отрывка полгаймаем лев мелых баяташем значит потоки воды сердце царя в руке бога это начало аль коль ашер яхпоц и тену я тену значит все что он захочет бог он его повернет значит а что сердце не царя не в руках бога оказывается что нет что имеется ввиду как мы уже учили много мыслей в сердце человека а это нашим замысел бога он исполнится то есть как работает у обычного человека обычного человека работает так у тебя есть в голове набор мыслей набор мыслей это твое твой жизненный опыт твое воспоминание твои желания твои намерения все твое у обычного человека у каждого внутри целый мир то есть бог дал мир написано в сердца людей то в экклезиасте мы учили yeah Бог дал мир в сердца людей, то есть у каждого кусочек мира в сердце, и, значит, каждый живет в своем вот этом вот внутреннем мире, в котором он себе что-то напридумывал, и много мыслей в сердце человека, 50-70 тысяч мыслей в день проплывают у человека в его сознании, все это вот оно такое, автоматизм такой, да, в тумане. Теперь, ицатошем, итакум, значит, а замысел Бога, он исполняется, то есть потом человек решает что-то сделать, и он начинает это делать, и дальше, когда он начинает это делать, то реальность, которая есть, вот именно реальность фактическая, да, не то, что он замыслил, не то, что он решил, не то, что он подумал, а то, что у него получилось, это уже реальность Бога, Потому что миром управляет Бог, и то, что уже вышло в реальность, это сумма векторов всех желаний людей, а в каждом есть вот эта божественная сила, все, что в мире двигается, это божественная сила, вся энергия в мире, вся энергетика, да, все вот это вот, сила, которая дает возможность существовать вселенной, травинка там растет из семени, свет идет из солнца, все это божественная сила внутри. И, значит, в человеке эта божественная сила, она, есть у него такое особое качество творения, по образу Бога создан человек, что Бог сотворял, создавал мир, мироздание, а человек создает, сотворяет свою жизнь, и вот человек, у него он что-то себе натворил, навыдумывал, потом тык, выпускает это в действие, но так как людей много, и, как говорится, у каждого Брама своя программа, и у каждого Додика своя методика, то один захотел одно, и второй захотел одно, один потянулся кофе, и второй потянулся кофе. Кому достанется кофе, это уже решает Бог, потому что это уже в реальности происходит штука. А решение потянуться за кофе, это, это право выбора каждого человека, понятно, да? Теперь у царей не так. У царей, так как царь от его решений зависит будущее и, как бы, существование всего мира, то есть царь, он находится на вершине пирамиды, и от того, как царь поступит, зависят жизни, благополучия, ну, миллионов иногда людей. Царь может начать войну, царь может закончить войну, царь может, там, ну, все, что хочешь, он может, этот царь, да? Поэтому написано, что не так. Мысли царя, они в руках Бога. Бог, как фараон. Фараон, значит, когда Машей Рабену Масей пришел к фараону, написано, и ожесточил Бог сердце фараона. То есть, Бог ему, у него забрал свободу выбора. То есть, у фараона не было свободы выбора отпускать или не отпускать. План Бога был, что он скажет нет. И у него даже мысли не было отпускать. То есть, у него, оп, понятно, да, это? Еще раз, 21 глава. Палгей Майем Лев Мелах. Как потоки воды, которые идут по руслу, которая уже заготовлена, сердца царей, это все в руках Бога. Все, что Бог захочет, он их туда повернет. И получается, что, например, Трамп. Теперь у нас вопрос. Можно ли назвать Трампа царем? Я не знаю. То есть, я не обладаю этими знаниями, чтобы устанавливать там закон, Аллаху. Мне кажется, что да. Потому что, так как, но он царь такой ограниченной власти, да, потому что его ограничивает Конгресс, его ограничивает Сенат. Он такой ненастоящий царь. А, например, этот, который Северная Корея президент, который всем сказал стричься в одну прическу, и все стригутся в одну прическу. Который дядю своего казнил, там, всех казнил. Он настоящий царь. Потому что нет на него никакого права. Владимир Владимирович Путин. Он настоящий царь. Я думаю, что нет на него никакого права. Все, что он решает, он заставляет всех сделать. То есть, он не находится под контролем каких-то контролирующих органов, а контролирующие органы находятся под контролем у него. Так, так мне кажется, да. То есть, царь, о котором идет речь, это тот, кто единолично может решать судьбы других людей. У Трампа нет такой возможности. Он, как бы, инициатор. Он двигается, но он сильно такой ограниченный царь. Значит, царек такой. Теперь дальше. Второй отрывок. Второй отрывок звучит так. Коль дырых ишь я шар бей нав. Каждый путь человека прям в его глазах. То есть, здесь говорится уже про любого человека. Не только про царя, а про любого человека. Что бы человек ни делал, это он прям в его глазах. То есть, каждый человек, когда он что-то уже делает, он уже дальше, весь его интеллект, он работает на то, чтобы оправдать и объяснить уже то, что он делает. Понятно, да, идея? То есть, спроси любого человека, вот стоят две группы напротив людей. Тут коммунисты, тут фашисты. Спрашиваешь фашиста, ты прав? Я, да, конечно, прав. Только так надо жить. Коммунисты спрашивают, ты прав? Да, ты что, я вот это вот коммунизм, да я умереть готов за свою правоту. Понятно? То есть, каждый человек, что бы он ни делал, он прям в его глазах. Тохан либот Ашем. Но проверяет сердца Ашем, Бог. То есть, как мы уже говорили, что Бог, он и там, что он внутри находится. То есть, не то, чтобы он проверяет сердца. А вот есть у человека внутри вот эта вот сила. И он может себе интеллектом любые называть причины своих поступков. Но Бог знает его настоящее намерение, потому что оно как бы идет изнутри. Может, даже сам человек не осознает его или не хочет себе в нем признаваться. Но Бог, он как бы внутри, он проверяет сердца. Например, у меня любимая в этом, как сказать, ну, иллюстрация такая, да, я ее уже рассказывал. Еще раз скажу, может, кто-то не слышал. Как сидит папа возле компьютера и вечером лазит в компьютере, в телефоне. Ну, как часто бывает, сидит он и лазит в телефоне. К нему подходит его сын и говорит, папа, значит, пойдем в цирк, может, завтра. Он говорит, нет, сынок, нет, у меня работы много, я занят, какой цирк вообще, зачем этот цирк нужен вообще, этот цирк, у меня вся жизнь моя цирк, значит, все, сидит с телефоном. Тот уже отходит, уже ушел в соседнюю комнату и говорит, эх, жаль, говорит, а там голая тетя на слоне ездит. Папа такой, он даже не осознал, что он услышал это все, сидит где-то через час, говорит, сынок, слушай, а может, пойдем в цирк завтра? Давно что-то слонов не видел. То есть, что имеется в виду? Он даже сам себе может не отдавать отчет, зачем он пойдет. То есть, у него в сердце, в подсознании произошел клик этот, да, что голая тетя на слоне ездит. Его вот эта вот эмоциональная животная часть, которая действует через образы, картинки, воображение, она на это кликнула, да, в какой-то момент. А дальше, когда он говорит, пойдем в цирк, он сам, может быть, думает, что он идет на слонов смотреть или там с сыном заниматься. Но по факту Бог, который знает сердца, он понимает, зачем он идет. Ну, почему? В чем его намерение, в чем его движущая сила, которая им двигает при походе в цирк. То же самое, возьмем теперь доброе дело. Человек говорит, давайте сделаем доброе дело, там все. У него может быть намерение выделиться, чтобы его уважали, чтобы к нему хорошо относились. У него может быть намерение вообще на девушку какое-то впечатление произвести, да, конкретную девушку, которая именно добрыми делами этими занимается. У него может быть намерение, ему боль, ну, что он, например, где-то согрешил когда-то, да, сильно. И сейчас ему, значит, хочется исправить этот грех. А может быть, ему жалко, настолько жалко этих детей, да, для которых доброе дело, что ему прямо он от этого спать не может, и ему, в принципе, себя больше жалко, потому что он спать не может. Ну, то есть, намерения могут быть очень разные. И Бог, он знает сердца, то есть, он знает все намерения, и дальше, ну, естественно, Бог и дает результаты. Понятно? Двигаемся дальше. В эту хельни бот ашем. Поэтому, тут интересная вещь такая, что когда человек начинает наблюдать за собой, за своим мышлением, он может, если он не наблюдает, он вообще непонятно. То есть, он живет, вообще не понимая, что с ним происходит. Потом, есть вторая стадия, ты начинаешь наблюдать за своими мыслями и за поступками, осознанность. Это, как бы, начало осознанности. То есть, ты, перед тем, как принять какое-то решение, ты наблюдаешь за своими мыслями, как идет ход мысли. Еще мысли ты отследить можешь, но заглянуть глубже и отследить свои намерения, это вообще уже уровень high level осознанности, который мало кто туда доходит. Своё истинное намерение, куда ты глубинно движешься, да? То есть, здесь даже это, наверное, намерение осознаются свои внутренние ценности, что для тебя важно, что вообще тобой двигает по жизни. То есть, и вот эти вот ценности, которые двигают людьми по жизни, они закладывались когда-то в предыдущие этапы жизни. И в какой-то момент, бывает, у человека происходит переоценка ценностей. А это происходит обычно, когда у него ломается, как бы, какое-то что-то в жизни происходит. И он такой, бых, понимает, что этап этот закончился. И вот он всю жизнь гнался, это было для него важно, вот это намерение им драйвило. И в итоге он попадает в какую-то болевую ситуацию, и оно его уже и не драйвит, и иногда бывает вообще больно. И он такой, дых, думает, что со мной происходит. И у него переоценка ценностей. И у него появляется, нет, вот это важно, думает он, да? То есть, он это сел, обдумал, все, вот это важно. У него произошла эта переоценка ценностей. И потом он двигается, двигается, двигается. Иногда опять, бывает, приезжает в тупик, да? Потому что, причем интересно, что психологически это происходит в разные возрасты. То есть, есть там 8 возрастных кризисов. И есть кризис, самый известный кризис среднего возраста, когда человек там, он всю жизнь гнался, гнался, гнался. Потом ему уже пол жизни прошло, там уже 40-45. И он понимает, ну вот я гнался, и куда я догнался? Ну там, если догнал хоть что-то, хорошо еще, да? Но все равно уже догнал, а дальше что делать? Если ничего не догнал, так вообще непонятно тогда, зачем жил. И вот человек, оказывается, кризис среднего возраста, и он тогда думает, а что же мне дальше-то жить? А потом еще страшно. Вот у меня сейчас приближается, мне сейчас 45 лет, и я чувствую, что уже так приближается. Когда 50-60 лет, ты начинаешь понимать, что уже почти, ну больше ты за половину жизни переехал уже. И ты уже двигаешься к старости, да? И ты смотришь, уже дети большие такие, там все, смотришь на это, думаешь, и дальше что? Реально, и дальше-то что? Да, старость, а потом что? Что вот так вот умереть, и все? Ну и, а как умирать, вот это быть старым вообще, это вообще не прикольно быть старым. Ну то есть быть старым, немощным, вообще не прикольно, да? То есть и появляется переоценка ценностей. Ты начинаешь ценить больше здоровья, там я вот сегодня, например, Бах там уже с утра позанимался, и причем и спорты меняются. Если там какое-то время там идешь, чтобы больше переть, то сейчас уже, у тебя сегодня йогой там позанимался с утра, там всякие такие медитации, то есть уже больше как бы вглубь уходишь, потому что понимаешь, что есть внутри вот этот стержень духовный, который он не меняется, он не стареет, он не меняется, он никуда не исчезает. И очень важно вот именно понять, что жизнь она в этом стержне, вот именно в внутреннем духовном мире, не во внешнем мире. Внешний мир это только повод для того, чтобы тебе внутри было хорошо. Если ты умеешь этими поводами пользоваться внешними, так-то да ладно, а так большинство людей не умеет, то есть они все время гоняются за внешними поводами, чтобы быть счастливыми, но никогда они не счастливы, это большинство людей. Хорошо, это мы глубоко копнули, что такое проверяет сердца Бог, но нужно, значит, самому свое сердце проверить, то есть войти в себя и понять, вообще что для тебя важно, что тобой драйвит. Дальше, третий отрывок. Асет, сдака, умешпад, невхар, ляшем, мезевах. Значит, и здесь нам объясняется третий отрывок, он как бы все это соединяет. Переводится это так. Тот, кто делает милосердие, от сдака это милосердие, добрые дела, умешпад и живет по честно, справедливо, мешпад это когда все идет по честности, по справедливости, невхар, ляшем, мезевах. Тот более избран, более приятен для Бога, чем жертва. Значит, надо понять, что такое жертва. Значит, жертвоприношение, раньше это когда был храм, когда был храм, то была такая специальная форма служения, когда приводили животных без изъяна. Обязательно, если был хоть какой-то изъян, оно уже не годилось как жертва. И были разные ритуальные схемы, были жертвы за грех, жертвы благодарственные жертвы, жертвы Песах. Ну, то есть были разные-разные жертвы, но суть всех жертв была такая, что это вот животное, чистое без греха животное, его убивали. Была жертва всесожжения, когда полностью ее потом сжигали, она полностью у себя сгорала. Были жертвы, которые часть из них съедали священники, часть съедали те, кто приносили жертву. Ну и так далее, там целые были ритуалы. Но суть была в чем, что во время вот этого внешнего действия, то есть была суть, или ты благодарил Бога, или ты искупал какие-то свои ошибки, свои грехи с помощью убийства этого животного. Как бы я должен был бы умереть, но, значит, вот сейчас я его убиваю, а сам я делаю раскаяние, что я сам раскаялся, я сожалею о том, что я делал. Но вот это вот животное, как бы оно идет вместо меня. Ну, то есть, как бы это по-простому эта схема. Теперь, значит, что... Написано, что тот, кто живет по милосердию и справедливости, то есть делает добрые дела и не обманывает, живет честно, ему не за что потом приносить эти искупительные жертвы, это лучше для Бога, чем вот эти вот жертвы, да? И здесь, опять же, идет вот это вот переключение. Есть внешнее, есть внутреннее. Есть намерение человека, есть его действия. И как бы то, что объясняет вот Малбим, он здесь говорит, что намерение, намерение, то есть направление сердца, то, что внутри у человека, важнее, чем его внешние действия. На сегодня у нас есть целая система ритуальных, я говорю сейчас про ортодоксальных, религиозных евреев, в которых все регламентировано, очень много внешних действий, которые называются служение Богу, да? То есть от момента вставания до момента засыпания все очень жестко, четко регламентировано, что ты делаешь, что ты не делаешь. Есть много людей, которые внешне выполняют, и очень они педантично выполняют мелкие детали вот этого служения, при этом внутри они полны зла, раздражения, ненависти, ну там и так далее. То есть они очень педантично выполняют внешние ритуальные вещи, при этом могут намерение сердца их, да, оно может быть не направлено на милосердие и на справедливость. Хотя, опять же, путь каждого человека прямо в его глазах, и пока он сам не решит посмотреть на себя и подумать со стороны, или же посоветоваться услышать кого-то со стороны, написано, что тот, кто сонет, то хохот, тот, кто ненавидит увещевание, он не будет жить и не будет развиваться. То есть человек, который не слышит со стороны на себя критика, опять же, ее можно не обижаться на нее и так далее, хотя это тяжело, это дико тяжело. Но если на тебя идет какая-то волна критики, то есть нужно понять, что есть в этом что-то, потому что тот, кого любят люди, того любит Бог. И это очень важно понять, услышать, что если тебе идет какое-то со стороны страдания, то путь Торы это и фашвешбе маасав, то есть проверить свои дела. Если тебе в чем-то нехорошо, то тебе единственный способ, который позволит тебе убрать это нехорошо, это разобраться в себе и изменить свой способ мышления и свой способ действия, поменять его, чтобы тебе стало хорошо, стабильно. Потому что даже если ты вот этот вот источник непривятного ощущения на какой-то момент заткнешь, то появится другой. Или он же сам, никто же не хочет затыкаться, правильно? Он же хочет продолжать свою вредительскую деятельность, если это источник со стороны, да? Поэтому важно, а что ты можешь сделать? А ты можешь отойти в сторону. То есть ты можешь стоять на том же месте и отгонять всех, ну грубо говоря, или ты можешь, посмотрев на свои дела, отойти в сторону. Тоже вариант, тоже вариант. Теперь, значит, вот мы изучили сегодня три отрывка, три важных отрывка. Первый отрывок нам что сказал? Что сердца царей в руках Бога, но сердца человека в своих руках, поэтому нужно направить свое внимание на свое мышление и на свои намерения, на свои ценности, что для вас важно. Второе, что надо понять, что сама природа человека этому мешает, и каждый путь человека прямо в его глазах. Это как есть поговорка очень известная, что человек видит в чужом глазу что? Цариночку. А в своем бревно не замечает. Поэтому у человека, может быть, тут все в бревнах, да? Но он вообще не замечает их. Но в чужом глазу видит царинку. И он другой, обычный человек, он другому будет на царинке указывать. А человек, который идет по пути Торы, он будет свои рассматривать себя, и других, которые видят царинке, спрашивают, слушай, а скажи, что ты во мне видишь? Как оно работает? Как ты считаешь? Какие у меня есть? Но опять же нужно спрашивать тех, которые идут по правильному пути. То есть по пути Торы, которые тебе могут дать хороший совет. Потому что если ты спрашиваешь человека, а что со мной не так? Он говорит, ты знаешь, тебе надо боксом заниматься, во-первых, и тебе надо поагрессивнее быть, да? Чтобы если кто-то на тебя посмотрит, сразу бей. То есть и он как бы, он выскажет тебе свое мнение, в чем ты не прав. То есть нужно, если ты спрашиваешь, что нужно спрашивать человека, у которого все работает, а не у которого ничего не работает. Понятно, да? То есть не надо советоваться с подругами, которые по пять раз развелись, а о том, как строить семейную жизнь. То есть у них как бы, их советы не работают. Понятно, да? Вот. И третий отрывок у нас, третий вывод какой? Третий вывод был такой, что тот, кто делает справедливость и действует правильно, это лучше, чем потом приносить жертвы и делать педантично внешнее, когда можно, ну, лучший, надежнее, правильнее, фундаментальнее, это делать педантичнее внутреннее. Все. Вот три моих вывода. Напишите, пожалуйста, свои выводы. Будет нам очень интересно их прочитать. Значит, все. Обязательно нужно, когда ты что-то выучил, сделать выводы и сделать план действий, начать применять то, что ты выучил. Потому что, как нас учили мудрецы Торы, тот, кто учит для того, чтобы делать, тому помогут изучать, обучать, сохранять, запомнить это и делать. Все. Поэтому начинаем действовать сразу. Что-то выучили, поняли, сформулировали и начинаем действовать. Кому-то рассказать, с тем-то поделиться, что-то сразу сделать, исходя из тех выводов, которые вы для себя вытащили из этого урока. Все. Удачи, успехов, прекрасного дня, божественных благословений и всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok